Поступив на лингвистику, я понял, что поступил куда надо. Долго думали, сто стран перебрали, вышли в итоге в Филиппины. Если ты пришел, сломал ногу, ты уже не захочешь туда приходить, понимаешь? Привет, я Илья Смирзин, выпускник, и я МГПУ 2017 года, и работаю продукт-менеджером в IT-сфере. Быстренько обсудим подкаст с выпускниками о жизни после учебы в университете. Как проходила твоя учеба в МГПУ? Я думал, что хочу в какую-то международную коммуникацию попасть. Дипломатом меня бы уже не взяли, потому что я был всегда хорошистом. И поэтому я выбирал из вузов, которые мне подходят, и при этом есть какое-то направление, связанное с тем, что мне нравится. На самом деле, очень рад, что поступил именно в МГПУ, потому что варианты тоже были, но поступив на лингвистику, я понял, что поступил куда надо. На 6 лет остался тут, и всем советую. Уже с первого курса я начал подрабатывать. Пошел заниматься с учениками, как многие. Лингвист — это не педагог, но при этом все равно всеми навыками мы владеем. Очень нравилось, это было мое хобби, но при этом я понимал, что кроме работы и учебы есть еще много чего происходит, происходящего в университете. И, соответственно, мои организационные, организаторские навыки помогали мне двигаться в разные стороны. В студсовете я участвовал, в концертах я участвовал, в разных там мероприятиях таких-сяких. Поэтому жизнь моя была внеурочная, активная, вплоть до того, что приходилось периодически отпрашиваться, просто потому, что не успевал и там, и там. Ну и плюс я два лета работал в приемной комиссии. Работать я начал еще, начиная с магистратуры, с 2015 года уже более активно. Каким был твой карьерный путь? Полноценную работу я искал с возможностью как-то тренировать свой язык, так как, в принципе, в жизни ты его нечасто тренируешь, надо, чтобы работа была связана с этим. И поэтому я искал себя с английским языком где-нибудь, плюс у меня еще французский. Им вот как-то повезло, я попал во французскую клинику VIP-уровня, европейский медицинский центр, и два года там в итоге проработал. Дальше как-то у меня пошло, тоже, опять же, случайно. На самом деле весь путь, он, честно говоря, был такой очень вот по наитию, по ситуации. Я не то чтобы искал что-то конкретное. Я понимал, что у меня есть конкретный опыт, и я могу этим опытом пользоваться таким-то образом. А дальше вот что подвернулось, то использовал, на самом деле. Меня дальше коллеги бывшие позвали в ПИК. Застройщик ПИК, самый крупный застройщик в России. Был интересный проект. У ПИКа, у первого в России, был стартап выхода в международное направление. Долго думали, сто стран перебрали, вышли в итоге в Филиппины, в столицу, в Манилу. У нас команда была буквально 4 человека на этой стороне и 2 человека на стороне Филиппин. Ну и плюс строители, собственно. То есть мы запускали маркетинг и продажи. И, ну, я научился всему вообще. Я и сайтом занимался, и интеграциями всякими занимался, и всякими мессенджерами, рассылками, настройками таргетных каких-то там реклам, компаний, в общем, все подряд. И мой опыт дальше очень заинтересовал ребят в команде регионов, в маркетинге. Меня позвали заниматься Дальним Востоком. Это очень интересное направление. Оно очень похоже в каком-то смысле на Манилу. Тем, что, во-первых, ты, ну, плюс 5, плюс 7, плюс 6 часов. Разница с людьми, которые там живут и работают. Во-вторых, уровень рынка там тоже такой плюс-минус похожий. Тоже был очень интересный период жизни. Но я уже тогда понимал, что моя жизнь должна быть связана с тем, что мне нравится. Первое время, естественно, мне нравилось, но это эффект новизны. Дальше я понял, что нужно двигаться туда, чем мне хочется заниматься. Хотел, думал в IT попасть, потому что всегда был связан как-то с компьютером, с компьютерными играми, всегда как-то был подкован технически, интересовался этой сферой. И в течение года где-то двигался к этому постепенно, пока работал в маркетинге. Долго думал, чем заниматься. Понял, что все эти годы я занимался продуктовым менеджментом. Повезло немножко, плюс какие-то свои усилия. И попал теперь в мобильные разработки, в пик IT-продукт-менеджер. Кто такой продакт-менеджер? Как объяснить, кто такой менеджер продукта? Если совсем кратко, то это человек, который берет идею у бизнеса и реализовывает ее так, чтобы она принесла деньги. То есть у клиента есть какая-то потребность, он ее хочет как-то решить. Для этого я должен понять, что это за потребность, уточнить у этого клиента, как конкретно он хочет решать эту потребность и дальше предложить ему вариант решения. Если я сделал свою работу хорошо, то это будет какой-то сервис, приложение или что-то другое, неважно, что угодно, что хочет клиент, что будет, собственно, ему помогать. За это он будет платить деньги. Фактически роль продакт-менеджера — это приносить деньги компании. Чем отличаются продакт и проджект-менеджер? Продакт несет идею и объясняет то, что хочет клиент. Продакт работает с конкретными задачами и помогает этот проект реализовать. То есть задача, цель, роль продукта — это объяснить команде, что надо сделать и как надо сделать, понять, пообщавшись с клиентом так или иначе. А роль проекта — это фактически взять, поставить дедлайны какие-то и по ним пройтись так, чтобы все было выполнено как надо на всех этапах. То есть фактически это мыслитель и операционист. Что такое UX и UI? UI и UX — это фактически аббревиатура User Interface и User Experience. По-русски — интерфейс и опыт пользователя. То есть это то, что человек видит, когда пользуется каким-либо сервисом, продуктом, приложением. Но фактически то найдет человек меню или не найдет, найдет нужную информацию или не найдет, будет ему удобно, будет он тратить меньше времени, будет тратить больше времени. Причем намеренно тратить больше времени — это тоже иногда бывает решение. Все зависит от UX и UI. Фактически этим основным таким моментом и занимается продукт мобильного приложения. Сейчас у нас, в крайней мере, в компании. Потому что от этого напрямую зависит, будет человек пользоваться приложением или нет. Если ты пришел, сломал ногу, какой-нибудь там, не знаю, косяк, ты уже не захочешь туда приходить, понимаешь? Не важно, куда это, даже если это просто супер-классное место какое-то. Ты знаешь, что ты вот каждый раз будешь приходить и ломать там ногу. Как помогает лингвистическое образование? Лингвист — это человек, который хорошо разбирается в коммуникациях. То есть это не переводчик, это не педагог, это не какой-нибудь там еще аналогичной профессии человек. Это хороший коммуникатор, который умеет объяснить, умеет слушать, умеет вчитываться и умеет сам там, собственно, хорошо все это рассказывать. Я обычно, когда меня спрашивают на собеседовании, объясняю это так. Что я делал, почему я вообще после бакалавриата лингвистического, который вот я не знаю зачем вроде как, да, пошел еще в магистратуру. Я объясняю это, как бакалавриат научил меня разговаривать и слушать, а магистратура — читать и писать. Грубо говоря, это самые важные навыки, которые есть сейчас на планете, мне кажется. У людей реально с этим проблемы. И я со своими навыками лингвиста очень даже умею сделать то, что не могут другие. Даже банально просто вникнуть и объяснить — это всегда на всех этапах вообще моей жизни было очень важно. За что можно сказать спасибо университету? Сказать спасибо университету можно за прекрасных преподавателей. Вы и я, мне кажется, в филологии с теми преподавателями, с которыми я контактировал, с которыми я работал. Прекрасный состав, прекрасный ректорский состав, прекрасное руководство у института. И, ну, на самом деле, им я очень благодарен, потому что они же во мне открывали вот эти вот жилки активиста. Есть там у меня преподаватель-ментор даже, там, Алена Валентиновна знает. Я благодарен за те знания, которые, хоть это и банально, но я сейчас вижу, что чем дальше, тем больше встречаю людей, которые не получали образование, и они реально слабее, они не умеют многих вещей, они не умеют разбираться, они не умеют теоретические мысли, они не могут прочитать инструкцию и сразу понять, что делать. Они должны сначала попробовать и только потом понять, что происходит. И это как раз те навыки, которые мне дал университет. Я за то, чтобы писать работы, например, всякие курсачи, дипломы, потому что это как раз критическое мышление, которое позволяет везде в жизни быть успешным, просто правильные решения принимать и дальше их реализовывать. Это очень важно, это очень полезно, и, ну, собственно, без университета я бы этого не смог достигнуть. Ну, и, соответственно, а тут как бы еще важно качество, и качество рождается еще от вовлеченности, а вовлеченность — это то, как раз, что у меня было. И несмотря на то, что я не могу сказать, что я прям суперотличник, у меня нет красного диплома, но что я учился хорошо и мне это нравилось, я могу сказать. И это тоже заслуга университета. Далеко не каждый университет смог бы такое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!